Польская держава Польская империя, даже лучше так сказать, звучит очень даже пафосно и круто, ребята, то есть внушает страх в сердца врагов название одной только польской державы и, конечно же, ребята, сейчас очень даже страшно Астрии, которая, в общем-то, готовится к войне с нами и которая сейчас познает на себе всю свою боль, всю боль, которую она доставляла нам, теперь перенесется на эту самую маленькую Астрию. Ну и, в общем-то, ребята, Австрия, держись, Австрия, держись, только так мы тебя сейчас и будем катать, только так мы тебя сейчас и будем жарить, вот эту вот самую Австрию. Просто, ребята, сейчас мы отжарим этих самых холопов, отжарим просто этих австрийцев и, в общем-то, сделаем из них омлет из этих самых австрийцев. Я просто не знаю, ну как назвать, просто я не знаю, ну как еще, как можно более грозно все это приукрасить, вот этот вот наступательный наш польский марш. Потому что, действительно, ребята, я сейчас просто их хочу разорвать, этих австрийцев, ибо действительно, что-то они долго живут, обычно австрийцы так долго не живут, а наша компания такое-то исключение. И поэтому, ребята, конечно же, такие исключения нам нужно исправлять, потому что нам нужно идти, брать оружие и расстреливать этих самых австрийских солдат, этих самых австрийских людей. И, конечно, ребята, нам нужно разваливать эту самую Австрию. Хочу я в этой войне, конечно же, освободить все Балканы, то есть балканские народы уже устали терпеть погоню вот этой вот Австрии, агрессию этой Австрии на своих землях. И эту агрессию мы сейчас и будем вызволять. Конечно, ребята, Австрия здесь, что-то здесь, конечно, сильная держава, но это все, конечно, временно, это все временно. Скоро никакой агрессивности, никакой большой австрийской армии здесь у нас, ребята, и не будет. То есть все будет как надо, все будет просто кошерно. Так, это кто такие? Это в Кафе у нас византийский националист. Ух, ты ж, блин, а что вы к нам-то полезли? Идите вон в Византии и бастуйте, и идите вон бастуйте в самой Австрии. Чего это вы тут сразу-то у нас бастуете, подляшки, патриоты литовские. Да что ж вы все как не расстреляете, и застрелились бы уже сами, я не знаю, ребят, но как можно быть такими наивными и так часто бастовать? Все равно же исход будет один. Вот какой именно и исход. То есть мы просто расстреливаем всех этих повстанцев, и, в общем-то, они отправляются в свет иной. Или как это говорится, в общем-то, ребята, не знаю. Все равно нам сейчас не до этих повстанцев. Самое главное, конечно же, нам сейчас разгромить Австрию. И давайте я сейчас поставлю на четвертую скорость. То есть уже давно я не играл в Европу в Рим-Универсалис. Уже где-то несколько дней. И, в общем-то, хочу я как-то разбавить этот выпуск такой огроменной, здоровенной войной. То есть забабахать огромную здесь войнушку на Балканах, забабахать войнушку здесь и в Европе, и в Центральной Европе. И где-то здесь, возможно, погулять. Ибо, по-моему, у них военный союз Австрии. А нет, у Барабанта и богиня военный союз. То есть Полоцк станет считаться нашим национальным. Ух ты, шпин. Крошечка Полоцк. Чего же ты считаешь нашим национальным? Ну ладно, ребята, скоро мы и вас тоже заберем. Но пока вы, конечно же, наши союзники. Правильно? А нет, неправильно. Чего-то они здесь тоже бунтовались-то, ребята, против нас. Мы здесь, значит, спасаем, а они еще, значит, здесь бунтуют. Офигеть, ребята. Просто, я не знаю, ну, какой-то здесь цирк устроили с нашей польской державой. И что-то, конечно же, такие шуточки с нами не прокачиваются. Ребята, давайте либо военный союз, либо мы вас потом захватим. Ну ладно, сейчас определилась судьба Полоцка на ваших глазах, дорогие зрители. И, конечно, мы сейчас будем просто решать, решать всю эту карту Европы. Просто, ребята, сейчас перекроем всю эту карту Европы, освободим все балканские страны. И, конечно же, будем собирать все свои победные лавры. Будем, в общем-то, ребята, мощной и красивой державой. Ну и, в общем-то, вообще мы красавчики, ребята. Конечно, на такое огромное государство и не развалить его к 1656 году, я думаю, это, конечно же, тоже наше достоинство. И, конечно, таким достоинством стоит гордиться. И, ребята, сейчас мы просто будем ждать, пока же у нас возрастет стабильность. А возрастет она уже, ребята, в 58-м году, прям в самом конце 58-го года. Можно повысить содержание. Оно у нас и так, кстати, стоит на полную. Много денег тратится. Но мы всегда сможем пополнить эти деньги. Все-таки у нас есть ресурсы, у нас есть резиденции коменданта, которые просто можно везде-везде-везде-везде застроить. И в Самаре, и в Сарай, давайте, и в Черкасске, и в Пенде, и в Русинах, и в Карпатах. И где только не построим эти самые резиденции. Пускай собирают у нас подушную подать. И в Муроме мы там всех расстреляли. То есть будут знать, как бастовать-то против нашей Польской Республики. Кто это, патриоты русские. Но это уже что-то новенькое. То есть уже московские патриоты тоже начинают активизироваться. Но, ребята, я вас, конечно же, огорчу. Я вас огорчу. Почему? Да потому что вы сейчас просто не сможете дать нам отпор. То есть все так будет и просто. Не все тут так уж и просто с вами будет. Вы сейчас просто потеряете все свои войска. И потеряете, конечно же, все свои земли, если полезете в войну с нами. А, конечно, Московия может полезть в войну с нами. Так как видите, что Австрия имеет войны с Москвой и Новгородом. И Нагайские Орды, и даже Нагайцы присоединились к Австрийскому Союзу. Надеются дать нам отпор. Но, ребята, ничего. Повоюем и на раз, и на два, и на три, и на четыре фронта, ребята. Мы вот так вот жестко сейчас будем воевать. Но, ребята, я не думаю, что мы, конечно же, проиграем эту войну. Нет, ребята. Такого же, конечно же, не будет. И мы просто обязаны побеждать в какой-то легкой войне. Тем более, у нас есть наш красавчик Ярославль, который просто заслуживает того, чтобы ему платили, платили дань. Я не знаю, ежегодный, ежемесячный. Но, в общем-то, ребята, действительно, Ярославль – это именно тот наш вассал, который просто помогает и спасает нас в любой ситуации. Украинская армия. Ты же что тут у нас делаешь? Ты давай у нас отходишь в Полтаву, или давайте лучше в Харьков, куда-нибудь подальше запихнем эту украинскую армию. Армию Востока, пускай она у нас тут и стоит. Кстати говоря, вот на границах. Ногайской ардой в Москве. И чтобы знали, как Никита против нас. Ух ты, фанатики православия под флагом золотой арды. Да, ребята, ну это, конечно же, отборный бред. Но это, на самом деле, Европа-3 универсалис. Чего вы тут хотели-то? За это я ее люблю. Австрия! Австрия, ребята! Она сама полезла к нам в руки, ребята. Мне, ну это просто шик. Это просто, я не знаю, самый лучший день. Мы тут готовились, 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 готовились. Стабильно даже, стабильно даже инвестировали, ребята. Они тут сами взяли и напали. Не, ну, ребята, не шикарно ли? Не шикарно ли? Я просто не знаю, как еще это обозначить. Как еще просто, я не знаю, как подобрать слова этой радости. То, что Московия и различные вот эти вот мелкие державки сами, сами, ребята, напали на нас, сами полезли к нам в руки и сами же сейчас получат от нас. Это, конечно же, прикольно. Ну и что ж, ребята, настало время перейти Австрию. Конечно, конечно. Австрия, это, конечно, не твой день сегодня. Да и почему день? Это вообще не твой век. Мы тебя здесь разбираем, просто жарим, как хотим. Рудные горы, чего это тут у нас? Патриоты чешской сразу активизировались. Ух, какие грозные. Это сразу патриоты-то у нас пошли. Что-то я их боюсь-боюсь. Ну, конечно, это все сарказм, ребята. И никого мы не боимся. Все-таки польская армия, это вам не хухры-мухры. Польская армия умеет за себя пострелять. И, конечно же, даст отпор любым националистам и любым всяким тут холопам. Так, Хорватия, ты что, не за нас? Офигеть, ребята, Хорватия нас предала. Ну и ладно, ну и катись вы в черт. Вот я вам гарантирую независимость. И живите так. Так, Молдавия, ты же воюешь? Вот Молдавия, молодец. Молдавия сразу воюет, сразу понеслась в бой. Вот там даже и неравные силы. Вот за это я и уважаю таких вассалов, которые сразу не глядя бросаются в бой. Так, армия Москвы, что это ты тут на нас делаешь? Нам нужно, в общем-то, захватить за эту войну Казань и Булгар на Восточном фронте. Тамбов я не буду трогать. Все-таки Тамбов еще православный. Я не знаю, переводить мне как-то в ламы. Трансильвания, чего это? Неверный вассал Хорватии. Ух ты ж, блин, Хорватия сама объявила нам войну. Это ж, что же за фигня-то такая? Хорваты что-то возомнили тут о себе очень многое. И присоединились к войне против нас. То есть, действительно, как видите, Австрия здесь. Ух ты, Брандбург нам помогает. Все, ребята, все. Это просто, конечно же, надо рвать. Рвать эту Хорватию. Рвать, просто я не знаю, всех, всех рвать просто. Рвать эту Москву. Рвать здесь и нагайцев, рвать и патриотов эстонских. Просто, ребята, я не знаю. Просто весь мир против нас. Но мы, конечно же, выстоим, ребята, против такого огромного числа войск. Мы, конечно же, просто обязаны выстаивать. Ну что ж, ребята, чего ж вы там идете-то? Новгородская армия. Куда же вы там идете? Куда же вы там прете-то своей армией? Неужто нас рассчитываете на свою победу? Нет, ребята, никакой победы и не будет. Пере находится в осаде Московья. Ну, это, конечно же, тоже прикольно. Но, конечно, ребята, это вас не спасет. Чего ж это тут? Судеты. Судеты возьмем. Судеты мы взяли. Патриот русская. Постойте-ка, постойте-ка. Бугачар мы. Чего это там, Бугачар? Ну-ка, пошлите-ка мы в Линс, ребята. Давайте зайдем к ним в Линс, посмотрим, что же там у них интересного творится в этом Линсе. И действительно, Хорватия. Вот это я не ожидал просто такого удара. Просто, я не знаю, такое предательство со стороны Хорватов сейчас было. Они, во-первых, с нами и не захотели воевать рука об руку. Да, и еще тем более объявили нам войну. То есть, действительно, такая вот огромная дерзость с их стороны. И сейчас мы эту дерзость, конечно же, исправим. Так, ребята, что ж. Давайте возьмем у них Бугар. Я думаю, что будет просто отличная идея. Я не хочу сейчас, ребята, тратить время на Москву. Возьму пока что Бугар. Откуплюсь. Откупятся, пускай они Булгаром. Бело озеро мы там проиграли. Я думаю, мы какую-то большую армию проиграли. На самом деле, все у нас здесь нормально. Все у нас здесь нормально. Новгород, патриоты русской. Что-то вас слишком много. Куда это вы там идете? Ну-ка, давайте в Бело озеро пойдем. Армия, в принципе, Бело озеро пускай стоит. Чего я, кстати, строил эту армию? Что-то и подзабыл немного. А, эта армия у нас пускай будет армия Новгорода. То есть, она так и будет называться. Одна будет армия Москвы, одна армия Новгорода. И как раз-таки мы ее здесь скоро разместим где-то в этих землях, в британских землях. То есть, будем воевать мы и с Великобританией. И, в общем-то, покажем им всем. Покажем и Москве, и Нагайцам, и Персам покажем, и Великобритании покажем, и всему миру мы покажем, кто ж такие гордые поляки. То есть, действительно, покажем мы всему миру и проучим мы весь этот самый мир. Весь этот самый злостный и жадный мир. Жадный, который просто желает разорвать. Желает просто наши земли. Желает богатств. Желает просто, я не знаю, много денег. Желает просто... Очень многое желает. Очень много хочет, но очень мало получит этот мир. То есть, вот эти вот остальные державы, это действительно так, ребята. Нефиг бастовать. Нефиг бастовать против нашего польского режима. Вот если бы не бастовали, то все бы было у вас нормально. Блин, астраханские националисты уже даже пошли под флагом Генуи. Генуи, ребята. Астраханские националисты. Это, конечно же, просто нонсенс. И, конечно, с таким нонсенсом нам тоже надо бороться. Новгород. Ты-то чего тут лезешь, блин? Я, конечно, все понимаю, но Новгород я не понимаю. Зачем он вообще вязался в эту войну? Ладно. Ладно, ребята. Раз Новгород захотел, то пускай воюет. Мы здесь как раз-таки построим еще войска. Восточная Пруссия. Здесь у нас еще восстание. Вот с восстаниями я огорчаю. То есть единственное, что меня печалит, так это, ребята, конечно же, восстание. Что-то у меня вот с восстаниями, конечно, проблемки здесь небольшие. Резинцы коменданты у нас захватывают. Шапроны у нас захватывают. Хорватия, ты там что у нас делаешь? Хорватия, ты там распоясалась очень сильно. Давай-ка мы к тебе сразу пойдем. В общем-то, и порядок мы в своем государстве наведем. Правильно? Правильно. Астрийская армия в Карпатах. Вы посмотрите, какая Астрийская армия в Карпатах здесь собралась. Просто, я не знаю, это просто огромная здоровенная армия. 70 тысяч. То есть основной косяк Астрийской армии находится именно здесь. И если мы его разобьем, то, в общем-то, победа будет за нами. Конечно, ребята. Нам, в общем-то, и нужно стремиться разбить эту армию. Давайте захватим их сейчас на гайцах. Где-то мы там будем воевать сейчас в Штирии. Самое главное следить именно за Западным фронтом. То есть Восточный фронт меня как-то и не интересует. Но вывести врагов из войны все-таки нужно. Давайте мы вам... Мы у вас заберем 125 монет. И, в общем-то, катитесь вы к черту, ребята. Просто я вам откровенно говорю. Откровенно, как есть. Все, в Штирии. Просто всех разбили. Всех разбили. Просто, ребята, я не знаю. Это классно. Трир белой мира. Давай. Я, в общем-то, не против. В Кельн здесь. В Тренде. В общем-то, ребята, все. Обстановочка у нас налаживается. Астрийская армия, правда, у нас куда-то идет. Идет она и в печь. Но за это время мы уже здесь успеем погреметь. Погреметь успеем. Мы успеем здесь и потрещать, и погреметь на астрийских землях. В общем-то, просто сейчас будем разрывать. Разрывать эту огромную авцию. И, конечно же... Властвовать на самих-то австрийских землях. И, в общем-то, как вы видите, наш маленький Ярославль, наш маленький дружок уже пришел в Великий Устюг. И давайте мы ему заплатим. То есть, действительно, кому стоит платить, так это Ярославлю. То есть, вы посмотрите, как он борется. Просто настоящий боец. Просто настоящий, я не знаю, монстр. Который распирает здесь всех наших врагов. И, действительно, он настоен уважением. Чего это тут у нас происходит на Востоке? Что-то здесь повстанцы всякие пошли. Что-то, ребята, вы бастуете не вовремя. Вы понимаете, да? Что бастуете вы-то вовсе и не вовремя. У нас здесь война вообще-то идет очень важная. Да и тем более война идет с Австрией, которая сама на нас напала. Блин, ребята, я до сих пор в шоке. Мы сами готовились. Сами даже инвестиции стабильность запустили. То есть, начали больше инвестицией стабильности. А тут бац, и на нас сами нападают. То есть, это действительно подарок. И подарок очень даже серьезный. От этих самых австрийцев. В общем-то, ребята, давайте... Давайте, в общем-то, закреплять наш успех. Пресбург, там что у нас? Что-то в Пресбурге произошло. А, вот эта австрийская армия идет к нам, да? Самая большая. А что, если мы ее встретим прям в Вене? Как вам такой вариант, а? Как вам такой вариант? Понравится ли он вам? Я думаю, что не очень. Не очень он вам понравится. Давайте-ка мы выкатываем к вам в Зальцбург. Ты чего тут, кстати, захвачен-то? Давайте и Зальцбург. Браун, что ты? Ты что там, до сих пор Дрезден не захватил? Ну, ты даешь просто. Браун, кто там, кстати, воюет? Наксос. Наксос воюет. Наксос нам, конечно же, здесь просто и не нужен. Чего это тут еще Наксос привязался? Где тут Наксос? Наксос это же где-то вот здесь вот, да? Такой маленький островок. Ну-ка давай-ка, Белый мир. Все нормально, ребята. Наксос просто кидает эту астрию. Он просто понимает, с кем связался, в отличие от некоторых. Он просто понимает, что с польской армией здесь, конечно же, шуточки все эти плохи. И, конечно же, польская армия у нас шуточки не понимает. Польская армия умеет только стрелять во всяких австрийцев и во всяких русских. В том числе в Москву. И, конечно же, умеет стрелять она в Новгород. Который, в общем-то, сейчас тоже пойдет под натиском Польской республики. И, в общем-то, будет просто захвачен. То есть, ребята, я уже устал сюсюкаться с этим Новгородом. Пора его уже как-то захватить. В общем-то, вот. Мы его уже взяли. Давайте армию Москвы у нас там и будет стоять. Или давайте армию Новгорода мы туда отправим. Чего это тут? Армия Новгорода будет прохлаждаться. Давайте, в общем-то, так и сделаем. А армию Москвы мы отправим на подавление восстаний. Все, ребята, все просто шикарно. Все кошерно. Отвоевываем мы с Зальцбург. В общем-то, ребята, жизнь у нас налаживается. Пенза патриоты русская. Вот только сказал налаживается. И восстание здесь этим самым темпом и поперли. Чего это тут вы прете-то на нас? Прете-то против польского режима, ребята? Чего ж вам не нравится-то? Вот объясните мне, что вам не нравится там в нашем государстве? Я, ребята, блин, бы жил в таком государстве. В таком сильном и мощном государстве. Под названием, конечно, Польская Республика. Но они еще не хотят жить в Польской Республике. И, конечно же, я не очень понимаю, почему. Вроде бы, не знаю. Они под хорошей опекой. Доходов от налогов мы толком и не собираем. Ну, ладно, конечно, вот сейчас вот только ивент выпал. Но, ребята, блин, все равно в таком великом государстве жить, ну, я не знаю, это, конечно же, шикарно. И чего-то они здесь еще понтуются, всякие меньшинства. Чего-то они здесь не хотят жить там в нашем государстве. И что-то, действительно, я их как-то не очень не понимаю. Владимир, патриоты русской, Крым, патриоты. Они, это польские партикулисты. Но все равно как-то неприятно, что здесь и Крым тоже берут. И в Астрахани. Мы до сих пор не можем Астрахань перевести. Да что ж такое-то? Астраханские националисты. Вы кто такие вообще? Откуда вы появились? Я вас не звал. Идите сюда. Идите ко мне, ребята. Сейчас мы с вами будем очень больно говорить. Чего ж вы там? Кто это такие? А это австрийская армия. Ну что ж, она от нас получит же, да? Она от нас как раз и не получает. В Штирию идет. А вот в Штирии нам и нежелательно, чтобы мы там были. Точнее, нежелательно, чтобы наши войска там погибали. Как-то это, ребята, мне не очень нравится. А вот как-то в Хорватию перебросить. Либо на Восток как-то. Кстати, говорят, да. А что мы на Востоке-то ничего не делаем? На Востоке здесь, кстати, и Молдавия уже. Вы смотрите, ну какие она фичи-то проделывает. Она проделывает очень даже серьезные фичи. Ну-ка давайте-ка мы отойдем. Отойдем-ка мы в Моравию. То есть вот так вот мы сделаем. В Моравию мы тут разобьем одну австрийскую армию. Будет нам счастье. Правильно, правильно. Смотри, вот эстонские. Вот-то вы нам и нужны. Ну, мы вас там что, разбили? Разбили, конечно. И в Эдель мы тоже идем. Новгород. Новгород. Чего же вы тут делаете-то? А ничего вы не делаете толково. Вы просто стоите здесь и что-то бастуете. Зачем вы это делаете? Да и тем более под флагом Московии. Зачем вы это делаете? Зачем вы бастуете? Я просто вас, ребята, конечно же не пойму. И Зальцбург тем временем идет у нас с ревизой. То есть потихонечку, потихонечку, ребята, мы будем захватывать эту астрию. Ибо достала она меня уже, эта астрия всегда под боком здесь стоит. И она меня немножко напрягает. Но я думаю, что после этой войны напрягать она нас уже ни в коем случае не будет. Ибо напрягать уже будем мы ее. Своим только видом и своей только границей. Которая у нас будет вместе с ней. Так, украинская армия. Тем временем давай возвращаясь у нас в Крым. Чего это тут у нас происходит на востоке? Так, Держава Польшу передаст. Ух ты ж, блин, какие... Ну какие просто, я не знаю, деловые-то. Эти самые Новгород. За что-то здесь ребята возомнили себя. Победоносная армия. Даже Австрия Белый мир предложила. Не то, что какой-то там Новгород нам предлагает мир. Да и тем более вы просто посмотрите, какой дерзкий мир они предложили. Сразу, в общем-то, у нас требуют какую-то провинцию. И это, ребята, конечно же, косяк, косяк. Такой косяк, конечно же, нужно исправлять. И, в общем-то, за ними уже выехали, ребята. За ними уже выехала армия Москвы. Там где-то Бранденбург ходит. А что Бранденбург там ходит? Бранденбург нужен здесь. Здесь он как раз-таки и нужен нам, ребята. То есть, вот этот фронт без Бранденбурга как-то держать очень даже сложно, признаюсь я вам. И как-то, не знаю, не весело все это без Бранденбурга разгребать. Всю эту австрийскую дичь, кто же здесь только ходит, бродит и, в общем-то, конечно же, мешается под нашими ногами. Под нашими-то ногами. В общем-то, и Кёльн там уже взял себе поселение. И идет он в Тревиза. И Аквиле здесь, кстати, тоже бастует против австрийского режима. И Риздаль мы тоже расстреляли. И просто молодцы мы. Просто красавчики, ребята. Я вас, конечно же, всех очень люблю. Вот эту вот нашу армию. И, в общем-то, ребята, давайте построим еще несколько тысяч красавчиков, которые просто будут разрывать. Разрывать они будут всех на своем пути. И, конечно же, такие хлопцы мне нужны. Такие хлопцы в любой армии нужны. И, тем более, в польской армии они будут особенно востребованы. Ибо в польской армии только самые лучшие солдаты. Да, и никак иначе. Никак иначе, ребята. Заметьте. Заметьте. И польская армия еще никому не проигрывала. Ну, конечно, были некоторые моменты. Но это, ребята, только были какие-то совсем уж оболтусы. Которые не умели воевать. А на самом деле польская армия, вот, как видите, грозно. Она просто разрывает эту самую Хорватию. Этот самый Новгород. Кстати, Хорватия, ты чего там против нас? Что же сделать-то с тобой? Вот скажи мне. Что же здесь делать-то с тобой? С этой самой Хорватией. Ну-ка, Си, окончи там. Менгерский. Ух ты ж, блин. А что, давайте. Давайте. Асиек, мы же Венгрия дадим, правильно? Ну-ка, давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Давайте глянем. Да, Асиек, Менгерский. Все, Венгрия, вы молодцы. Вы отвоевали себе Асиек. Теперь, в общем-то, можете жить в своем Асиеке спокойно. Мы вам, в общем-то, помогли вернуть вашу национальную провинцию. В общем-то, ребята, не все тут так уж и плохо для Венгрии оказалось. То есть, она себе отвоевала одну провинцию. Я думаю, что дальнейшее наше сотрудничество будет только ей в плюс. Что ж, ребята, здесь у нас происходит по фронту. По фронту мы здесь, конечно, что-то растянулись как-то не очень хорошо. Но здесь, конечно, Австрийская армия тоже очень сильно напрягает. И вот это вот тоже Австрийская армия напрягает. Где она? В Херсоне, которая стоит. Да. Это вот самая Австрийская армия в Херсоне тоже очень сильно как-то влияет на мозги, влияет на нервы. Что-то как-то она меня немножко подбешивает. Вот эта вот армия в Херсоне. Ну-ка, давайте пойдем к ней. Пойдем и в общем-то Порядок мы там наведем От чего же это освобождение-то сразу С повод для войны с Брандбургом Чего это мы должны там освобождать Ну-ка, чего там у нас нужно Для западного образа жизни Нам нужны инновации Ну-ка, давайте в инновации вкачаемся Распространение опасных идей Ой, да пофиг У нас и так уже Такой показатель, как будто Эти опасные идеи Только опасные идеи В нашем государстве Только такой показатель Ну, в общем-то, ребята Конечно же, мы Наш польский народ опасные парни А девушки любят опасных парней Да То есть будем брутальными Брутальные польские парни Идут разбивать вот этих вот Самых австрийских тряпок Сколько там их? 13 тысяч В общем-то, сейчас эти 13 тысяч Австрийских тряпок превратятся просто Я не знаю, во что они превратятся Превратятся они в мокрое место Потому что наши австрийские парни Умеют стрелять Умеют стрелять И это они уже не раз доказывали Куда они там? Стоп, стоп, стоп Куда они там идут? Они идут в Карпатах Все, отлично Ребята, в Карпатах Мы-то их там и загасим Там где-то там они еще ходят Новгород здесь предлагает нам мир Но, ребята, Новгород Все, никакого мира больше не будет Никакого мира с вами уже здесь И быть-то не может Речь о мире Чего что вы сразу здесь Мир да мир Никакого мира Никакого мира здесь с вами уже и не будет Сами напали Сами и разгребайте свои проблемы А, в общем-то, вы не сможете там Противостоять нашей польской республике И поэтому, ребята, вы, конечно же, присоединитесь К этой самой польской республике Я думаю, что для вас даже это будет Некоторым уроком Что не надо было нападать Не надо было так просто брать и Бездумно нападать На наши это польские владения Чего это тут у нас, кстати, Австрия делает Что-то здесь она ходит в Подоле Хочет поймать армию дагестанцев Ну ладно, пускай ловит Линс отвоевали Это что ж такое-то? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Ну-ка, 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 ну-ка Давайте-ка мы пойдем в Вену Все-таки Вену нам надо взять Ух ты ж, блин, вы посмотрите, как наши вассалы-то Оперативненько-оперативненько Доберут все-таки эту самую Австрию Что-то здесь, ребята, действительно Война идет только в нашу пользу То есть я здесь не заметил ни одного поражения с нашей стороны То есть действительно, как видите Просто разгребаем эту самую Австрию Казанские националисты нам, конечно, немножко сейчас мешают Но с этих националистов, ну, у нас, конечно У нас с ними разговор короткий С этими самыми националистами Что-то здесь, кстати, австрийский флот не выплыл Ну и ладно, ребят, ну и ладно Армия Кёльна благополучно дошла в Венецию В общем-то, Венецию мы тоже сейчас возьмем Новгород передает великий устью Чего ж это он там сразу передает? Наверное, он все-таки испугался этого Ярославского войска Ну и, в общем-то, будет знать, когда нас лезть Так, ребята, а где В общем-то, сама австрийская армия А вот она Стоит тут, Георг Первый Лимбург Чего ж это он стоит, когда его страну берут? Ух ты, блин, а чего это они ведут-то на нас? Карл Иосиф Каспер Что-то, ребята, как-то не знаю Не знаю, что-то опасно, опасно Опасны эти австрийские парни-то в последнее время Прямо идут на нас До него, вы посмотрите, они реально идут на нас Просто Вчистую Не видят нашего войска Либо просто прикалываются Ну я не знаю Либо, возможно, они просто самоубийцы Что-то уже вероятно Давайте, в общем-то, воскресим Сербию Воскресим Эпир А вот все Они, значит, у нас, ребята, не согласны на наши условия И, конечно, будем воевать мы и дальше Ну вот эта вот армия Меня сейчас как-то немножко даже напрягает Так, это кто там? Сиена, Тирона, Литва Да пофиг Ну то есть Сиена, Тирона, Литва Чего это нам тут? Сиена, Тирона, Литва какие-то сдались Не, ну, ребята Ну это что за приколы? Идет одна армия в Вену 6 июля придет Сейчас же мы просто ее расстреляем и все И все Не будет больше этой армии Как видите, действительно так и происходит Мы просто по тысяче, по тысяче им выносим Куда же они отойдут-то? Даже не знаю А, они в Шапрон Ну а что же сразу-то в Шапрон не пошли? Не знаю, ребята Ну какие-то очень сложные у них приколы У этой самой Австрии Как-то не знаю Я Ну как бороться вот с этой армией в Шапроне А нет Знаю Они как раз-таки пошли в Вену Ребята, вы что-то успеваете? Да, вы успеваете Все, красавчики Просто молодцы Иди-ка в Пресбург Жавастр Там уже отказывается от претензий Но, ребята Нет Нет, ни в коем случае Мы не будем прессать под вашу дудку Хватит уже это терпеть Хватит терпеть Тут армия на нашей границе Кстати, Литва же на нас напала И Литва На нас напала, оказывается Но если Литва на нас напала То это надо что делать? Правильно Это надо, ребята, решать Просто решать этих самых литовцев Какая у нас тут армия свободна? Армия Москвы у нас свободна В общем-то Иди-ка ты Этих самых литовцев Покажи им Их ошибку Покажи им их ошибку Их главную И последнюю ошибку В их жизни Так, тем временем У нас что здесь? Ксанские националисты Идут в Уральск Нормально все Нормально Мыс Фарвель Что здесь? Какой-то мыс Фарвель Мы открыли Даже не знаю Зачем Зачем они открывают Когда здесь надо воевать? Восточная Пруссия Под Яши Ржев Еще какие-то повстанцы К нам добавились Государцы Ну и зачем они добавляются Я тоже не знаю Лучше бы Шли и воевали Прочек этой самой Астри И тем самым Улучшили бы Себе жизнь Улучшили бы себе Условия для жизни Чем вот так вот Просто выходить И бастовать Так, Новгород Ты там чего? Новгород, Новгород Ты не нужен нам вообще Ржев Чего это Ржев? Да, не Шапрон Ну в Шапроне Мы-то их встретим Правильно, правильно Новгород передаст Великий Устюк Лиенс Патриоты Австрийские Блин, что Патриотов Австрийских Очень много, ребята Я даже не знаю Как с ними тут справляться С этими самыми Патриотами Австрийскими И как-то вот Нам надо выходить Все-таки Вот сюда вот На вот эти вот Балканские земли И я не знаю Даже у кого Проход войск Это попросить А ну-ка Давайте попросим Проход войску Марии Возможно Она нам даст А нет Она нам не дает Это гордая Мария Тоже она не хочет Уступать нам Свои земли Ну, кстати Какие земли-то Какие земли Когда мы просто Просим Проход войск Ребята Могли бы, конечно И дать нам Проход войск Ну, как видите Все Новгороду конец Новгород просто Напал на нас И, конечно же Получил По заслугам За такое вот Дерзкое нападение И, в общем-то Не напал бы Не получил бы Все просто Все достаточно просто И, в общем-то Ясно мы им Объяснили Минск Подживут и белорусская Чего это тут И белорусы еще Поперли-то на нас Тверские националисты Здесь тоже прут на нас Прут на наше величество Наше польское величество Чего же они здесь Все бастуют Астрахань Казанцы националисты Ну, блин Я уже не знаю Что делать с этой Астрахани Еще там постоянно Какие-то проблемы С этой самой С этой самой Астрахани Что-то, ребята Действительно Астрахань Нас здесь Слушаться и не хочет Так, куда это они идут Шапрон Шапрон Мы-то их Можем встретить А с другой стороны Зачем это нам нужно Или мы убегаем же Правильно Пятого Пятого Четвертого Вот, блин А мы и не убегаем Зря я увел эту армию Зря Можем сейчас получить Очень сильно даже получить Ребята Просто сейчас у нас Влетят Влетят эти самые войска Как-то это будет Не очень прикольно Но с другой стороны Мы должны продержаться Почему бы и нет Можем нанять себе Хорошего командира Сколько он там 50 монет стоит Дорогой че-то Дорогой че-то Это командир Что-то подоржали Эти командиры В последнее время Знают себе цену Знают себе цену Эту командирю Потребят Ческая жмуть Чего же вы там тоже Бастуете Всегда в жмуде Не знаете Больше нет Где бастовать А, нет, ребята Мы здесь просто Раскидываем Как на раз Ну, как просто На раздачу На раздачу Пришли эти австрийцы На раздачу Всяких людей В общем-то Раздаем мы им Очень даже сильно И по тысяче И по тысяче Им вшатываем И по две тысячи Им вшатываем И в общем-то Вообще мы сейчас Их армию разобьем Ребята Да, вот это сейчас Был фейл Фейл австрийской армии Взяли и сами Пошли на нас Да, ребята Да, вот так вот Жестко просто Их сейчас Мы отжарили Эту самую австрийскую армию И в общем-то Получила она По заслугам Как видите Эта самая австрийская армия И в общем-то Ей больше некуда бежать Но возможно Они сейчас Побегут в Вену Но А что им в Вене Это делать В Вене Им там даже И житья-то Тоже не будет Либо мы как раз Таки туда и направляемся Армия Востока Подходи Коты у нас Поближе Очень сильно завял Что-то мне как-то Это, ребята Не очень нравится Город может держаться годами Ну и ладно Пускай он держится годами Куда вы там В Вену В Вену вы пошли Зачем вы туда идете Мы же вас просто разобьем Лучше бы сразу сдались Ну ладно, ребята Это, конечно же Ваша судьба Ваш выбор И сейчас мы вам докажем Правильность этого выбора А точнее Отсутствие правильности Ну и в общем-то, ребята Все Вам просто сейчас конец Австрийс уже Вовсю Вовсю, ребята Просто отказывается От своих претензий Ну и в общем-то Правильно делает Ибо Нужно отказываться Нужно отказываться От своего государства И, конечно же Освобождаться Чтобы не попасть Под Польское Это наше влияние Ну, ребята Что-то здесь действительно Патриоты Австрийские Австрийские Действительно Развернули Освободительную борьбу Как-то пытаются Они нам еще Противостоять Эти самые патриоты Но, в общем-то Это все безысходность Это все, ребята У нас Конечно же Цветочки Все эти постанцы Чего они нам Могут сделать Да ничего Они нам не могут сделать Муром еще По кредиту Патриоты Что-то, ребята Действительно Я в патриотах Завидаю Может Австрия Все-таки Согласится Освободить Все эти Балканские народы Или давайте Сделаем Вот так Вот Что-то здесь Они действительно Разбушевались Нам надо Как-то Разделить Свои войска Как-то Попрактичнее Использовать Как-то Порезультативнее Все это делать Валахия Патриоты Чего же Валахия Это сразу Патриоты Мы вас наоборот Освобождаем А вы тут Нам вот так Вот благодарность Вышли Ладно, ребята Что же мы тут Освобождаем Мы первым делом Должны освободить Болгарию Да, вот Болгария 34 И Сербия Вот Болгария И Сербия По-моему Там сразу Все И Валахию Да, еще Читайте Где у нас тут Валахия 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 Вот она Валахия Валахию Вы не хотите Ну ладно Не хотите Как хотите Сейчас мы С вами поговорим Тут На настоящих На настоящем Языке На настоящем И понятном Для вас Языке Оружия Чтоб вы Поняли нас Дословно И конечно же Поняли довольно Внятно нас Так, все Патриоты Астрии Здесь полностью Были разбиты Что-то мне не нравится Там положение С этими повстанцами Ну-ка давайте-ка Я отправлю Одну армию Туда А одну армию Я отправлю Туда куда-нибудь На юг И в общем-то Ребята Что-то у меня Здесь уже Заканчивается Время Для записи Этого видео И поэтому Ребята Давайте я Разобью Войну с Астрией На две части Ну и в общем-то Ребята Я думаю Что вам понравилась Эта самая Первая часть Все-таки Разгромили Вот эту огромную Часть Австрийских войск И конечно же Уже Видите мы здесь уже Вторались на Балкан Осталось нам Отвоевать юг Нашей страны И в общем-то Освободить Все эти балканские народы Объединить Объединить их Либо под польским флагом Либо дать им Просто независимость В общем-то Это конечно Уже там все будет На выбор Ну и все ребята Я думаю Что вам это видео Действительно понравилось Было для вас Интересным Если это так То не забывайте Подписываться на канал Ставить лайки И конечно же Ждать новых видео Все Всем пока